Здравствуйте! Вот специально вам запишу ролик, какую чагу нельзя собирать. Вот видите, вот там чага, да? Но дерево уже всё мёртвое. Когда она умерла? Непонятно. Так вот, если эта чага буквально полгода повисит, вот дерево сломалось, дерево умерло, всё, это уже нецелебный напиток, понимаете? Но с него проще собирать, с такого убитого дерева, чагу. И вот, когда вы покупаете где-то в аптеке, кто его знает? Вот она, вот. Кто его знает? Вот какая она, понимаете, в чём опасно? Сейчас её попробую. Она вроде, да, жёлтенькая. Опасно, блин. Ещё упадёт. Она вроде жёлтенькая, вроде хорошенькая. Но всё. Она непонятно какая. И для меня, как для доктора, конечно же, она не нужна. И вот не принесут тебе с леса, например, кто закупает. Вот как он определит. Вот смотрите, она какая классная, да? В принципе-то, блин, опасно. Дерево, может, гнилое. Ладно, не буду её срезать. Вот бог её знает, да? Хорошая она, нехорошая, когда ты принимаешь. Поэтому обращайтесь к своим здравникам, знахарям. И тогда или идите сами в лес. То есть проверено, кто ответственен. Вот. Кто знает, что если вот такую чагу собрать, карман-то на тебя подействует по-другому. Ну, или вот ещё ролик, кто не знает, да, про чагу. С такого дерева не собираем. Только с живого. Только когда смотрим, всё тут хорошо, листики есть. И собираем чагу. Слышите, мой кобель гоняет. Гоняй. Всё перекрыто. Может быть, сейчас кто выбежит, кстати. Ну, вот так. Поняли, да? Это уже не чага. Да, она будет чёрная, она будет хорошая. Она по вкусу будет такая же. Но это будет уже неэффективный препарат. Имейте в виду. А вот в аптеках вот такой полно. Вот такой полно. Поэтому бифунгин не совсем это, наверное, хорошо. Потому что я не верю никому. Только себе, ребят. Бифунгин 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 Бифунгин